Лучшие охотники Ленского района живут в поселке Чамча. Это выяснилось в ходе традиционных районных игр охотников, посвященных празднику Баяная. Участники соревновались в меткости стрельбы, ловкости прорубания лунки и скорости при прохождении трассы. Подробности далее. Стрельба, разборка, сборка ружья стали первыми этапами районных игр охотников Баяная. В этом году они собрали 10 команд. В село Натора прибыли добытчики со всего Ленского района. Кто метко стреляет, приносит домой больше дичи. Но чтобы ружье не подвело в нужный момент, каждый охотник должен уметь следить за его состоянием. При необходимости чистить и с легкостью разбирать и собирать. В тайгу, конечно, ты идешь и выходишь с дома, ружье всегда у тебя собрано. Но всякое в жизни бывает. И ружье и ломается, и клинит, и всякое будет. Но все равно мы приходим к одному, чтобы ружье всегда было у нас на боевой готовности. Прорубание лунки на время – еще одно испытание для участников. Для того, чтобы в воду зашла заветная мерка, им пришлось постараться. Для того, чтобы согреться в лесу, охотник должен уметь разжечь костер и вскипятить воду. Для людей севера, живущих в тандеме с природой, это не составило труда. Куда больше усилий потребовалось на эстафете. Здесь приходилось бежать по сугробам и преодолевать препятствия с ружьем и рюкзаком на спине. Условия были приближены к реальным. Как говорят участники, практически все навыки могут пригодиться во время реальной охоты. Вот эти задания самые важные, я думаю. Прорубание лунки, разжигание костра и бег с препятствиями – это дает закал характера. И физически, и психически, и человеку, наверное, очень важно это. Для якутян охота не просто увлечение. Для наших предков она была источником жизни. Древние навыки передавались от отца к сыну из поколения в поколение. Якут без охоты не может прожить в таких условиях зимы. То есть у нас сильные морозы, не сравнить с центральным районом. То есть минус 50, минус 70, где бывает. В этом году лучшими охотниками стали представители поселка Чимча. Они составили достойную конкуренцию лидеру прошлых лет команде «Наторы». Дмитрий Вельчевский, Руслан Кириллов, Сергей Счастный, Михаил Сенаторов, телеканал «Алмазный край». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!